Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я думаю, что президент, наверное, оптимистически настроил народ перед Новым годом, чтобы у него не было никакой паники. Я думаю, все будет замечательно. Самое главное, чтобы президент дал действительно народу гарантии, что будет кризис. Этого не избежать, но то, что правительство будет заниматься тем, что будут находить какие-то выходы из этого кризиса, я думаю, что для народа должен быть это большой оптимизм. Наш президент, как всегда, хорошо держался. Он всегда выступает отлично, подготовлен, четко, кроватно, старается на все вопросы ответить. Мы впереди планеты всей и у нас много гордости, как у нации. Ну, по крайней мере, мне показалось посыл таков, что мы правы, мы у всех победим. Как-то сумбурно все было. В недостаточной мере, мне кажется, он отвечал на вопросы и не хватало наводящих вопросов от журналистов. То есть формат беседы, как один вопрос, один ответ, он не соответствует тому, чего сейчас общество требует. Не знаю, меня убедил. Я верю своему президенту. И жду хорошего будущего, счастливого. Главное, чтобы не было войны. Ну, вот видите, превалирует такая оптимистическая позиция. Да, кризис будет, он неизбежен, но все будет хорошо. И мы вообще впереди планеты всей. Юрий Петрович, как вы считаете, вот этот вот спокойный оптимизм, он такой скорее оруловский? То есть это такое заблуждение? Или действительно он оправдан? Вот вы что услышали в послании, в пресс-конференции президента? Ответил ли он на те вопросы, которые волновали лично вас? Ну, услышал то же самое, что в предыдущих 21 послании всех предыдущих президентов. Но еще и к этому добавить Горбачева углубим и расширим, вот это мое впечатление. Сказано было многом и ни о чем. А самое главное, многое было не сказано. Что именно? Вот что было не сказано. Президент, вообще говоря, ни словом не сказал об уровне реальной экономики, в котором находится сегодня современная Россия. Да, он с этого начал. Все потихонечку растет. Да, растет. Медленно, но верно. Ну, вот как бы я хочу сказать, не в порядке рекламы, эту книжку вы не найдете. В этом году я выпустил маленькую книжку. Это статистический сборник. У нас Роскомстат выпускает. Я выпустил книжку «Реальная экономика советской и современной России». Называется «Цифры против миров». 2014 год. В этой книжке сравнивается сектор реальной экономики и с сектором реальной экономики советской России, про которую говорили, что она развалилась потому, что товары не производились, объем их маленький, они были некачественные, не развалиться она не могла. Вот в этой книжке показано на основании цифров официальной государственной статистики, здесь нет никаких там журнальных статей, что вообще говоря, наша экономика находится на уровне 5-10, максимум 30% от цифр реальной экономики советского периода 1985 года, так обхаянной вот этой последней брежневской пятилетки. То есть сейчас у нас все намного хуже, чем тогда? Намного. Алексей Алексеевич, что вы услышали на пресс-конференции президента? Вопросы и ответы, они вас удовлетворили? Или вы хотели бы задать еще какой-то вопрос и услышать что-то еще? Вы знаете, я думаю, что я, как и большинство наших горожан, и большинство наших сограждан, услышал то, что у нас, у руля нашей страны стоит капитан, который знает, куда мы идем, потому что... А куда мы идем? Вы поняли, куда мы идем? Я понял, что у нас ситуация непростая. В кризис, по-моему, двухлетний мы идем. Непростая, но не катастрофическая. И что ничего страшного у нас не происходит. Да, нужно работать, да, в экономике все непросто, но у нас совершенно нормальные перспективы на выход для этого кризиса. Согласны со сроком 2 года? Ну, а я обращаю внимание, что Владимир Владимирович сказал, что 2 года – это максимальный срок, да? Мы очень надеемся, что будет лучше, проще и быстрее. Да, у нас непростая ситуация, но, мне кажется, данная пресс-конференция была очень правильным информационным ответом на ту информационную войну и финансовую войну, которая сейчас развязана в отношении нашей страны и в отношении курса рубля. Поэтому, мне кажется, основная задача именно показать, что, да, президент обозначил свою личную позицию по тем вопросам, которые волнуют каждого из нас – что с рублем, что с экономикой, да, что с Украиной, что с международной политикой, когда у нас база НАТО у наших границ. И вот на все данные вопросы президент ответ дал. И теперь я хотел бы, если бы не могу, пройти реплику Юрия Петровича по поводу советского времени. Юрий Петрович – человек очень уважаемый, но все-таки человек старшего поколения. Конечно, я думаю, такие апелляции к молодости, когда деревья были большие. Но я тогда был человек маленький, в 80-м году мне было, сколько, 7 лет. Но я прекрасно помню, как мои родственники из Боровичей ездили с колбасой, как колбасные электрички из Москвы и Петербурга были, да? Зато тракторы были. Зато были трактора, зато мы делали ракеты. А сейчас у нас город весь стоит в пробках из дорогих иностранных машин. То есть уровень жизни населения за Пустинские годы нельзя никак сравнивать с последними годами советской эпохи. Согласна, Андрей Юрьевич? Ну, конечно, уровень жизни вырос, но можно спорить, чья тут заслуга. Владимир Владимирович или, например, цен на нефть, которые держались на очень высоком уровне все эти годы, и была благоприятная экономическая конъюнктура. Может, наоборот, ее недостаточно использовали для того, чтобы страна получила развитие, получила модернизацию. И мне кажется, что в целом путинское выступление, оно недостаточно отвечает на вызовы современности, на тот очень серьезный этап исторический, в котором мы сейчас находимся. На какие вопросы вы не услышали ответы? Ну, не только относительно экономики, да? А вот про внешнюю политику. Тут сказано было, что были ответы. Ну, вот был почему задан вопрос о будущем Новороссии. Так. Конкретики я никакой не услышал о будущем Новороссии. Нас, например, вот другой России волнует вопрос судьбы ополченцев, добровольцев из России, которые там воюют. Но ведь об этом было сказано. Мои друзья воюют, мои товарищи из Питера. И вообще многие петербуржцы поехали туда добровольцами. Вот мы бы считали, что нужно каким-то образом обеспечить их статус, как ветеранов боевых действий, помогать семьям погибших бойцов, помогать раненым. У нас сейчас Сергей Максимов, раненый Назбол, боец. Государство никакую помощь не оказывает. Мы ему в Питере сейчас сами собираем деньги, оказываем помощь на восстановление после ранения. А то ведь у нас находятся мерзавцы, это мое оценочное мнение, да? Которые пишут заявление в прокуратуру с требованием возбуждать уголовные дела на ополченцев из России, которые поехали воевать в Новороссии. Например, коллега господина Кобринского по фракции Яблоко в Петербургском языковом собрании, Борис Вишневский регулярно этим занимается. И где гарантия, что люди, которые оттуда вернутся, которые там воевали за Россию, я убежден, что они воюют там за Россию, завтра не окажутся под уголовной статьей. Вот хотелось бы от президента такие тоже что-то об этом услышать. Александр Акач, ступитесь за коллегу? Вы знаете, я бы, поскольку мы говорим все-таки о представлении президента, да, президента был, конечно, шанс. А пресс-конференция? Пресс-конференция, да, был, конечно, шанс. Был шанс сказать, друзья, вот у нас сейчас такой кризис, такая ситуация, вот как сказал у нас господин Улюкаев, рукотворный кризис, мы сами его создали, да. Вот давайте, я прошу вас прощения за то, что я возбуждаю ненависть к нашим же согражданам, у которых другое мнение. Президент сказал, что он не согласен с этим. Был такой вопрос. Нет, он сказал так, может быть, я теперь буду внимательнее следить за своими словами, да. Но надо сказать прямо, да, ведь его слова про националь-предателя, про пятую колонну и так далее, возбуждают не просто ненависть к людям, имеющим другое мнение по поводу политики государства, но они просто толкают многих людей на ненависть. Они не соответствуют действительности. Вот посмотрите на человека, который просто источает эту ненависть. Вот он считает, что это самое главное. А ведь это печень ваша, между прочим. Печень очень плохо на это реагирует. Андрей Юрьевич аргументировал свое мнение тем, что вот нету того, допустим, остатуса для тех, кто сейчас возвращается от Долбаса. Андрей Юрьевич, дайте ответить Александру Аркадьевичу. Господин Мартынов тоже о Лермонте, наверное, премьера так же думал, и впоследствии мы знаем. Помните, он о Лермонте говорил в Пушке? Лермонте был патриотом, в отличие от вас. Александр Аркадьевич, не согласны с тем, что с Новороссией нужно подробнее вопрос разбирать, о том, о чем говорил... Они хотят посадить людей, которые пошли выебать. Ну, мы будем сейчас не дадут слова сказать или не дадут? Как вы думаете? Дайте ответить, да, Андрей. Дело в том, что есть некоторые... Нужно или не нужно это? Есть здесь здравая какая-то звена? Нам нужно сделать так, чтобы через Украину не шли наши российские танки, через Украину не шли наши российские войска, и чтобы украинцы сами свои вопросы решили, свои вопросы сами украинцы. С людьми, которые уже там, с ними что-то нужно решать и делать, и помогать. Он впервые, впервые, за все пресс-конференции не отвечал на вопросы. Помните, его спросили, как вы будете смотреть в глаза погибшим людям? Ну, вот Алексей Алексеевич считает, что на все вопросы ответил. А он не ответил. Когда его спросили, скажите, Владимир Владимирович, почему в Чечне не соблюдается российский закон? Он сказал, а в Америке пытки применяют. Вот, например, такая логика. Хотите сказать, перевод стрелок, да? Ну, он просто не отвечал на эти вопросы. Ну, с другой стороны, это же аргументы. Нам нужно сделать так, чтобы украинцы решали свои проблемы, чтобы мы прекратили источать ненусть по телевизору, чтобы перестали рассказывать распятых мальчиков. Илья Евгеньевич хочет с вами поспорить, да, Илья Евгеньевич? Я вижу, что каждый увидел то, что хотел увидеть. Хотел напомнить, что основное послание президента было федеральному собранию. Оно было чуть ранее. Это был действительно монолог. Это была пресс-конференция, он отвечал на те вопросы, которые ему задавали. И то, что касается Новороссии, я, допустим, услышал слова поддержки жителям Новороссии и слова поддержки тем людей, которые защищают их жизни и дают киевскому режиму их уничтожить. То, что касается высказываний представителя Яблока, он слышит то, что он хотел бы услышать. И когда он начинает нести пропаганду в интересах других государств о том, что какие-то российские танки идут через Украину, мне кажется, как раз вопрос о формулировке пятой колонны Владимиру Владимировичу надо перечитать и предпринять усилия, чтобы доказать, что он действует в интересах Российской Федерации и Российского народа. Андрей, да, кратко перед... Да, отвечая, значит, господину депутату, на самом деле слова поддержки, да, были сказаны, но мы не услышали конкретику, да, то есть что будет происходить с Донецкой и Луганской республиками. Вот как и Петербург, да, не услышал конкретику. Прозвучали слова о необходимости... Для вас было мало, а для Яблока слишком много, понимаете, в чем разница? Бывает, да, в этом наша разница, потому что мы патриотическая оппозиция, а не на самом предателе. Ну, это ваше оценочное суждение. Прозвучали слова поддержки, но не было сказано конкретно о будущем ДНР и ЛНР. Было сказано, что, как и многие у нас сейчас официальные лица об этом говорят, что о восстановлении, возможно, единого политического пространства Украины. Да, как там будут жить эти люди, которые полгода уже в этой кровавой войне, вот они отбились от Киева, да, как их запихивать обратно будут в Украину, это большой вопрос. Ну, вот обо всех остальных... Мы бы считали, что нужно, конечно, признать Донецкую и Луганскую народные республики, помочь им с заказами для их предприятий, для того, чтобы они работали, поставляли в Россию продукцию. Ваше мнение, понятно, Андрей. И хотелось бы услышать более чёткую позицию от Римля. О том, что чётко, а что не чётко мы услышали на вчерашней пресс-конференции, поговорим сразу после рекламы. Стать принцессой и сняться в кино, сходить на концерт любимого певца и получить гитару, а кто-то мечтает о простом плюшевом медвежонке. Вместе мы можем исполнить их самые заветные желания. Несколько тысяч детей встретят Новый год в больницах и хосписах Петербурга. Как сделать их счастливыми хотя бы на один день? Расскажут участники 10-го благотворительного марафона «Подари ребёнку праздник». Сегодня в свободном времени в 20.00. Возвращаемся в студию проекта «Что делать?». Продолжаем обсуждать итоги большой пресс-конференции президента России. И вот, уважаемые гости, на самом деле, начали-то мы, Юрий Петрович, с экономики, с экономических вопросов, с кризиса, который больше всего волнует россиян. А вот как-то перед рекламой сбились в обсуждение, кто из нас здесь национал-предатель, пятая колонна, кто патриотическая позиция, кто нет, и что провали власть. Давайте я всё-таки призываю вас, отойдём, да, не будем разжигать то, что можно там разжечь и не нужно. Давайте вернёмся к экономике. Юрий Петрович, вот вы уже сказали о том, что экономическая ситуация сейчас очень тяжёлая. Согласны ли вы с оценкой президента, который ответил на вопрос о том, что может быть в худшем случае? В худшем случае два года рецессии, после чего мы неизбежно выйдем из кризиса. И вот особенно мне заинтересовало его высказывание, экономика неизбежно приспособится к низким ценам на нефть. Я согласен, что через два года, если не будет непредвиденных обстоятельств, о чём он сказал, мы вернёмся в экономику 2012 года. Что это за экономика? Я хочу ещё раз сказать. С чем сравнивать? 1985 год, год обхаянной, там, по-моему, 13-й брежневской пятилетки. Куда мы вернёмся по сравнению с тем, что было? Значит, в области металлорежащих станков 4,3% от того года. В области ткацких станков 0,3% от того, что производилось в нашей стране. Кузнечно-прессовое оборудование металл произвёл, прежде чем детали что-то сделать, нужно её как-то обрабатывать. 5% тракторы 5,7% от советского периода. Там всякие грузовые машины, ткани, всё это на уровне... Продукты питания, то, что сейчас дорожает быстрее всего. О продуктах питания я вообще не говорю. Они умудрились с 90-го года зарезать стадо крупного рогатого скота примерно в 40 миллионов голов. Это с 45-го года по 90-й год, вот весь, это не Советский Союз, это РСФСР, выращивали с 45-го по 90-й год. Прирастили к 21,5 миллиона, стало примерно 60, там, 59. Понятно. Эти все 40 миллионов, они как корова языком слезало. Сегодня у нас с вами около 20, я не знаю, что... Ну, колбаса-то у нас, в отличие от советского времени, в магазинах есть? Так это всё приводится из-за рубежа, дорогие мои. Мы говядины сегодня и телятины производим только 8% от того, что было. Так это не умудрено, зарезано всё это стадо. Так к чему мы через два года вернёмся? Мы вернёмся... Там же был вопрос, а что будет с рублём, да, всех же интересовало. Да, конечно, интересует до сих пор. За несколько дней до пресс-конференции господин Путин сказал, что ничего страшного. Вот мы продавали валюту, которую мы получаем от нефти за рубли по одной цене, сейчас рубль упал в два раза, и мы получаем для бюджета в два раза больше денег, в два раза меньше цене на нефть, всё нормально. И здесь, понимаете, что же это такое? Президент говорит на пресс-конференции, что Центробанк должен придержать валюту. Ну, это прямой просто такой вот сигнал для снижения курса рубля. Что и мы видели во время пресс-конференции. Путин говорит на пресс-конференции, рубль падает. Нормально? Нормально. Дальше, второй момент. Второй момент. О Европе, с Европой. У нас сейчас есть силы, которые любой ценой хотят строить Россию с Европой. Ну, опять политики, давайте к экономике. Это вопрос, потому что это санкции, которые идут от того, что мы сами себе создаём проблемы, понимаете? Мы пытаемся говорить о том, что мы будем сами, мы будем одни, нам никто не нужен. У нас лекарства, мы действительно вернёмся в советское время, когда не было импортных лекарств вообще. И колбасы, вы считаете, не будет? Лекарств, главное, не будет. Лекарств, да. И они будут уже недосугные. Они уже недосугные. Так в советское время их не было. В советское время смертность от лестемии была пять раз больше назад. Все телезрители, да, именно об этом сейчас думают, Алексей Алексеевич. Это правда. Останемся без лекарств и продуктов. Будем с лекарствами, будем с продуктами. Вот интересно, с Александром Аркадьевичем. Правда, очередной раз каждый слышит своё. Александр Аркадьевич слышит, что президент сказал, что нужно придержать валюту, и курс, соответственно, будет расти. Я устроил совершенно другое. Наоборот, было сказано, что проведены почти около легальные методы воздействия, административные разговоры с крупными экспортерами, чтобы они не придерживали валюту, а выбрасывали её на рынок. И, соответственно, курс у нас стабилизируется. Да, другое дело, что отдельные либеральные деятели хотят размыть наши золотовалютные резервы. И очень правильно Центробанк сделает, что он перестал выбрасывать золотовалютные резервы на рынок. Потому что это ведёт просто к банкротству страны. Вы считаете, что либеральные деятели их скупают, что ли, или что? Нет, дело в том, что, понимаете, против нашей страны ведётся экономическая война. Путин назначил либеральные деятели? Экономическая война. Это что, правда? В том числе банкирами, которые ориентируются просто на Запад. Это такой финансовый майдан. И то, что мы должны эту спекуляцию ограничивать, Путин об этом и сказал. Это правильно. Он сказал, что спекуляция – это нормально, он сказал, что это хорошо, это правильно. Дело в том, что либеральные деятели, как кажется, сидят в правительстве. По крайней мере, экономический блок правительства, Центробанк, у нас возглавляют патентованные либералы. Кто такая Набиулина, кто такие Шувалов, Дворкович и так далее по списку. Силуанов – это абсолютно либералы, продолжатели политики. Люди, от которых зависит наша сегодняшняя экономика, как я понимаю. Продолжатели политики Гайдара Чубайса 1996 года. И тоже интересно, что вот после Крыма, казалось бы, какой национальный подъём народный. Мы бы ждали изменений и в экономической политике. Например, ждали, чтобы прижали бы олигархов, чтобы национализировали нефтегазовую сферу, чтобы вот эта либеральная модель, выстроенная в 90-е, была пересмотрена. Сейчас сама ситуация диктует, подталкивает нас к этому. Но Путин не хочет отвечать на этот вызов. Он говорит, что правительство всё делает правильно, что Центробанк всё делает правильно. Но он признал, что надо бы побыстрее реагировать. Результаты на его деятельности. Да, не своевременно, он сказал. Илья Евгеньевич, сейчас Илья Евгеньевич хочет что-то очень добавить, да? Да, я хочу добавить, что Владимир Владимирович провёл конференцию, мне кажется, с целью обозначить, что у него нет никаких секретов. Что есть решимость бороться с кризисом, бороться с внешней угрозой, с внешним давлением. И в качестве примера могу привести, мы сегодня с утра в Государственной Думе принимали в первом чтении закон о декапитализации банков фактически. Выделили триллион рублей на агентство страхования вкладов. И после голосования в первом чтении рубль укрепился на полтора процента. Это гарантия вкладов наших граждан. Также планируется увеличить страховой объём в два раза 700 тысяч рублей. Илья Евгеньевич, а можете гарантировать, что в течение этих двух лет, даже если будет продолжаться кризис и рецессия, у нас будут лекарства в нужном объёме, у нас будет колбаса в магазинах, и цены на продукты не взлетят до такого уровня, что все мы останем нищими? Я могу гарантировать только то, что каждый человек в нашей стране должен на своём месте не допустить самых критических проявлений. То, что касается на два года прогноза, здесь я сделать его не могу, но я знаю, что в правительстве Российской Федерации прорабатывается программа, чтобы в любых условиях обеспечить граждан продуктами. И Государственная Дума, соответственно, в рамках законодательства осуществляет парламентский контроль за этими процессами. Ну это просто неправда. У нас, например, я знаю, что в России сейчас проблемы со снабжением лекарствами больных с ПИДом, понимаете, потому что выделяются деньги на год фиксированные, да, лекарства повышаются в 2-3 раза их стоимость, соответственно, уменьшается в 2-3 раза количество больных, которых можно этим лекарством обеспечивать. Даже признали уже, что меняется схема лечения, что для этих больных просто катастрофически. Понимаете? Это правда. Илья Евгеньевич, как так? Ну, это же, он сказал, что я не прав, потому что у него есть какие-то цифры по больным СПИДом. Так это вам важно. У меня нет статистики на руках, поэтому я не могу сейчас спорить таким... Он даже пересклачет на каких-то больных еще каким-то специфическим заболеванием. Да не каких-то, это ваши сограждане, наши сограждане с вами. Я думаю, что мы должны задавать все-таки вопрос не о том, вот почему сейчас так происходит, да, понятно, что страна попала под санкции. Что делать? Вот до конца программы остается немного времени, что делать? Давайте на этот вопрос ответим. Да, я хотел сначала сказать, а кто виноват, что 13 лет благоприятного развития, пока Путину власти, 14 лет, ничего не делалось для изменения этой модели. И мы настолько зависимы от западных продуктов, лекарств и так далее, да, и не нашли, чем им заменить внутри страны. Ну вот говорят, нашли. Делать я уже озвучил, это новый социализм, это национализация нефтегазовой сферы, это конфискация сверхдоходов. Может быть стоит как-то все-таки эту социальную пропасть между бедными и богатыми уничтожать потихоньку и вкладываться в развитие страны, а не в карманы менеджерам. Если мы это делали все 90-е годы и все 14 этих тучных лет путинской политики, надо понимать, что сейчас эта модель работать не будет. Ребята, сейчас нужно срочно менять, модернизировать государство, переводить его на новые рельсы. Мы бы считали, что у нас социалистический. Да, Юрий Петрович. По золотовалютным резервам и по внешним долгам нашей страны. И что делать нам всем сразу? Значит, год тому назад наши золотовалютные резервы составляли примерно 530 миллиардов долларов. Сегодня они составляют 419-420 примерно. Внешний долг составляет сегодня 750 миллиардов долларов. Но это не самый большой внешний долг по сравнению с другими странами. Ну, значит, дело в том, что наши внешние долги, они обеспечены нашим золотовалютным резервом. Что бы мы ни говорили, нам деньги дают только под это. Экономики у нас реально нет, нам дают только под это. Считайте, что у нас нет с вами золотовалютных резервов, и мы банкроты, мы еще должны. А что такое 750 миллиардов долг? Вот вы посчитайте, сколько приходится на каждого человека. Вот поделите на 150 миллионов человек, получится, что на каждого присутствующего, на ребеночка, приходится 5100 долларов. Сегодня мы должны, каждый, государство говорит, у нас правительство, мы малые долги, у нас самый внешний долг. Там сегодня, по-моему, там 70 миллиардов, а остальные это долги компании, это Газпром и прочие. Но ведь любая домохозяйка знает, что эти деньги взыщут нас с вами, путем повышения цен на нефть, на газ, на все. И что нам делать? Готовиться к худшему? Безусловно. Нам нужно прекратить войну со всем миром. Помириться с Европой? Нам нужно не помириться с Европой, нам нужно просто жить, как все люди, понимаете, не кричать о том, что в Европе там фашизм и прочее. Нам нужно перестать врать и говорить правду. Например, говорить правду о том, что нам предстоит серьезный секвестр бюджета, и нам надо сделать все так, чтобы социальные статьи не пострадали там. Госдума и президент нам это уже пообещали, что они не пострадали. Ну это же известно, что этого не будет. Нам же говорят, что у нас будет все там по 10%, по 15%. Нет вообще никакого реального плана о том, как выходить из кризиса. Нам нужно понять, почему российский рубль действительно впереди планеты всей. Нет ни одной валюты мира, которая упала бы настолько. Ни одной. Ни одной. Дальше. Нам нужно действительно рано или поздно понять, как мы будем поднимать экономику после этого краха. И признать, где мы находимся. И нам надо сменить правительство. Потому что это правительство ни за что не отвечает. Это вообще не правительство. Очень красно. Алексей Алексеевич, что делать? Менять правительство, новый социализм, что? Я обращаю ваше внимание, что у нас долг нашего государства в разы меньше, чем наши золотовалютные резервы. Все суммы, которые были озвучены, это долги частных компаний. И поэтому санкции были такие болезненные, что этим компаниям запретили перекредитоваться на Запад. И поэтому возникли проблемы. Именно поэтому. Это долги частных компаний. Долг государства в разы меньше. Поэтому неправда. Наоборот, у нас на каждого жителя еще остается по 2-3 тысячи долларов из наших общих резервов. Они же оранят трубы. Да. У нас ситуация, правда, сложная. И президент честно признал. Честно, четко и понятно. Но она, во-первых, не критичная. Надо работать, все будет нормально. Наша страна переживала гораздо более сложный период жизни. И да, это плата за нашу независимость, за нашу свободу. Да, когда Россия становится мировой державой, нас начинают, как сказал Владимир Владимирович, дожимать. Не получится. К чему нам готовится? Мне, вам, нашим телезрителям? Знаете, надо отключиться от валютного рынка. Потому что, на самом деле, если вы не импортер, если вы не трейдер, на самом деле не нужно просто мотать себе нервы. Хорошо. Все нормально. У меня зарплата не увеличивается, а цены растут. Мы в рублях зарплату, мы в рублях ее тратим в магазинах. Все больше и больше тратим. Правительство работает над импортозамещением. Посмотрим, какая будет инфляция по итогам года. Нам все говорят, плохо, плохо, плохо. Но четко показал Владимир Владимирович, что у нас даже в такой сложной экономической ситуации ВВП немножко, но вырос. Понимаете, мы не падаем. Да, у нас стагнация. Но это он в прошлом году вырос. Нет, в текущем году. В текущем году он вырос на 0,7%. Не будет роста. Ну, слушайте, я думаю, что президент отвечает за слова, которые были публично озвучены, что у нас рост ВВП есть. Не так, все плохо. Да, нужно работать и все будет нормально. Нужно работать. На этой мысли и закончим. Илья Евгеньевич, пожалуйста, очень кратко что делать? Очень кратко. В 2012 году мы, кстати, закончили отдавать долги того времени, когда все было национализировано, то есть советского времени. И, в общем-то, экономика должна была выходить на следующий этап роста. Но кому-то, видать, это не понравилось. И нам уготовили медленную муку через переворот на Украине, много других неприятностей. Медленная мука, которая сейчас в России началась. Чем закончится, когда и к чему нам готовиться, и что делать? Сейчас маски сброшены. Запад уже сейчас предпринял все возможное, весь арсенал применил. И они считают, что они довели нас до того порога боли, когда мы должны сдаться. Но мы видим, что экономика трансформируется. Что за счет импортозамещения у нас появляются внутренние точки роста. Я думаю, что два года трудно назвать кризисом. Это будет переходный период, после которого будет однозначный рост, но уже совершенно другого качества. Поэтому просто надо работать и верить в нашего лидера. Ну, спасибо вам, конечно, за спокойный оптимизм. Но давайте сегодня уже попробуем подвести итог нашей сегодняшней беседы. На какие вопросы мы хотели получить ответы президента и удовлетворены ли мы тем, как он нам ответил? Сегодня в этой студии прозвучали разные мнения, но все ли вопросы были заданы? Вот если бы у меня была возможность задать вопрос президенту, я бы спросила. Владимир Владимирович, вот вы говорите, что наша экономика рано или поздно неизбежно приспособится к низким ценам на нефть. Большая экономика может быть и приспособится. Но что это означает для рядового маленького человека? Приспособимся ли мы, как давеча, посоветовал один сенатор, красить губы свеклой вместо импортной помады? Полюбим ли мы салаты за дуванчиком? Ведь мы как не жировали, если честно, и раньше. Вот только, боюсь, президент ответил бы мне так же, как и одному из журналистов, задавшему вопрос, что же теперь делать? Работать надо, ответил президент. Надеюсь, он имел в виду, что больше работать будем не только мы, но и наши власти. Это был проект «Что делать?». Меня зовут Екатерина Семыкина. На сегодня я с вами прощаюсь и передаю слово Роману Перлу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...